Илья Александрович Салов Охота с круговой уткой Отрывок из книги Николай Суетной Имеете ли вы понятие об охоте с круговой уткой? Сейчас я вам расскажу в чем она состоит. Охота эта начинается обыкновенно тогда, когда утки, сев на гнезда, начинают тщательно укрываться от преследования селезней. Круговая утка является тогда искомой приманкой, подверженная долгому заточению в какой-нибудь душной и тесной кошелке, но тем не менее, находясь под влиянием опьяняющей весны, она, в свою очередь, тоже тяготится одиночеством. Этим-то моментом и пользуется охотник. Он берет утку, надевает ей на ногу кожаную шпорку, к шпорке привязывает торшина в четыре поводок из тонкой бичевы, а другой конец поводка прикрепляет колечку, свободно вращающемуся в центре небольшого деревянного кружка. Кружок этот наглухо закрепляется сверху к заостренному колу, а кол вбивается в дно озера или болота, так, чтобы кружок как раз совпадал с уровнем воды. Кружок устраивается для того, чтобы плавающая на воде утка в случае утомления имела место для отдыха, а свободно вращающееся колечко на тот предмет, чтобы не заматывался поводок. Охотник помещается от утки саженых в десяти и укрывается в шалаше. Селезни слетаются на призывный крик утки и, конечно, попадают под обстрел. Уток этих одни называют круговыми, потому что они плавают на кругах, другие – криковыми, потому что они крякают, третьи же – криковыми, потому что они кричат. Лучшими круговыми утками считаются смоленские. На вид они действительно более других походят на диких кряков. Но насколько необходимо это сходство – определить не могу. Мне приходилось, по крайней мере, видеть, что селезни об эту пору неразборчивы и падают даже на чучел, если только охотник подкрикивает в шалаше в утиную дудку. В назначенный час я был уже у Николая. Он оказался прав, объявив, что любой мальчишка укажет мне на его хату. Мне указал ее такой клоп, который даже путем говорить не умел. Мы не замедлили отправиться в путь. Осмотрели жерлицы, и Николай опять взял двух самят и трех довольно больших судачков. Собрав добычу и снова поставив жерлицы, мы уселись в лодку. Обогнули остров и принялись опускать перемет. Перемет Николай опускал мастерски. Тихо, осторожно. При малейшем шуме, производимом мной, Николай быстро оглядывался, делал недовольное лицо и шепотом приказывал мне не шуметь. Место здесь глухое, говорил он. Народ ходит редко, а потому рыба здесь строгая. Чует, даже когда человек по берегу идет. Значит, надо осторожно. И точно, он действовал так осторожно, что не производил ни малейшего шума. Чтобы не стучать ногами о лодку, он даже разуулся, а мне под ноги бросило хапку сухой прошлогодней травы. Когда уже совсем стемнело, мы, вытащив на берег челнок, шли с Николаем по направлению к Микишинским болотам. Ночь была до того темная, что если бы не Николай, то я, конечно, никогда не разыскал бы ни болота, ни устроенных на нем шалашей. Впоследствии оказалось, что их и днем даже трудно было рассмотреть, ибо они скорее походили на кучу сухого мусора, нанесенного водой, уж никак не на шалаши. Мы порешили провести ночь вместе, а с приближением утренней зари разойтись. Выкурив две-три папиросы, я завернулся с головой в драповую охотничью чуйку и, утомленный продолжительной ходьбой, вскоре уснул. Было еще совершенно темно, когда я почувствовал, что кто-то осторожно толкает меня в плечо. — Вставайте, — сказал Николай. — Пора, заря скоро. — Не рано ли? — Самое время, пора, пока уток приладим, пока разберемся. Заря-то и займется. Проговорив это, Николай принялся стаскивать с себя сапоги. — Не как ты сапоги снимаешь? — спросил я. Люди обуваются, когда встают, а ты, наоборот, разуваться начал. — Так ведь тут поди болото, вода, сапоги-то, между прочим, на денежки покупаются. Разувшись, он засучил портки выше колен, взял кошелку с утками и на четвереньках выполз из шалаша. Глядя на него, пополз и я. Как, однако, не было еще темно, но Николай даже и в темноте разобрал уток. — Вот, самую хорошую, — шептал он, ощупывая уток, — самую горячую. Столько в ней этой жадности, что ни минуты молча не просидит, но всю округу заорет. — А о себе-то? — спросил я. — Ну, у меня и похуже сойдет. Поди невелик, барин. Вынув из кошелки утку, которая предназначалась мне, Николай пошел с ней к болоту, захватив и колышек. Послышался плеск воды, какой-то глухой стук, хлопанье крыльев, опять всплеск, шум какой-то взлетевшей птицы, а немного погодя, передо мной в темноте снова показалась фигура Николая. — Устроил, посадил, — прошептал он. — Так что ж она молчит? — А, вот дай срока, глядится. Затем Николай ощупью же отыскал свое ружье, кошелку с другой уткой, колышек, и, наказав мне сидеть в шалаше смирно, направился в противоположную сторону и в ту же минуту словно утонул во мраке. Я забрался в шалаш и в ожидании зари закурил папиросу. Немного погодя, звезды стали меркнуть. Мрак ночи заменялся каким-то сероватым светом. В воздухе стало так сыро и прохладно, что неприятная судорожная дрожь охватила все мое тело. Я завернулся в чуйку, прижался в угол шалаша, причем придавил мышонку, успевшего только пикнуть, и принялся терпеливо ждать рассвета. С приближением зари болото стало пробуждаться. Послышалось хрюканье селезней, торопливый свист их крыльев. Где-то крякнула утка, крякнула другой раз, и, получив ответный отзыв нескольких селезней, принялась страстно надрываться. Хрюканье селезней послышалось ближе, что-то шлепнулось в воду, скользнуло по ней, раздалась какая-то возня, драка, плеск воды, хлопанье крыльев, и потом все замолкло. Я взглянул в отверстие шалаша, но моя жадная утка сидела себе, нахохлившись на кружочке, и словно окаменела. Но вот восток залел, сначала чуть заметно, потом все ярче и ярче. Звезды исчезли, словно кто-то дунул на них и потушил. Огонь разлился по горизонту, и на ярком фоне этом чернели кудрявые кусты тальника. Я встал на колени и принялся смотреть на все это дело в дырочку шалаша. Было тихо. Вдруг раздался страшный, оглушительный силы выстрел. Я выскочил из шалаша и увидел неподалеку целое облако дыма. Слава тебе, Господи, жив остался. Раздался из этого облака голос Николая. — Что с тобой? — спросил я, мгновенно подбежав к нему. Но Николай уже мчался по болоту, и только брызги летели во все стороны. — Да что с тобой? — повторил я, когда он возвратился. — Смотри-ка! — крикнул он мне между тем. — Вот так ловко! Целых пять штук повалил, аж на земля задрожала. А затем забурмотал скороговоркой. — Ступай, ступай! Прячься скорее! — Топереча самый охот начинается! Ступай, ступай! Только после я узнал, что Николай имел обыкновение в один из стволов всыпать целую горсть пороху на случай, когда много уток соберется. Полыснет бывало, и брык! — Слава тебе, Господи, жив остался! Выстрел этот помог мне открыть место пребывания Николая, его шалаш, и вместе с тем рассмотреть плавающую неподалеку круговую утку. Я не мог глаз оторвать от этой утки, и только теперь догадался, что крик утки, о котором я говорил выше, производился именно уткой Николая. Она ни минуты не молчала, и, плавая вокруг колышка, беспрерывно кричала самым раскатистым призывным криком. Селезни так и велись над нею, а при виде их она еще пущено саждалась, металась и хлопала крыльями. Послышался опять выстрел, теперь уже обыкновенный. Я посмотрел на свою утку. Даже ружейный выстрел не пробудил ее от апатии, и по-прежнему она продолжала сидеть, скукожившись на излюбленном ею кружке. Николай продолжал между тем подстреливать и подбирать битых селезней. — Однако ты меня поддел ловко, — проговорил я, когда Николай, весь увешанный селезнями и со щекой избитой в кровь, подошел к шалашу. — А что? — Нечего сказать, удружил. Утка-то твоя прославленная, хоть бы разок рот разинула. — Ну, — удивился Николай и развел руками. — Вот тебе и ну. — Ах, дьявол! Ах, проклятая Аханафима! А ведь какая утка-то, а? Жадная, скорбная. — Хм, уж именно, что скорбная. — Что ж это такое? Что за оказия? — Нет, проклятая. — Моя ничего, ора уловка. — Сколько же ты наколотил-то? — Тринадцать. — Вот смотри, — проговорил он, пересчитывая развешанных на поясе селезней. — Тринадцать, верно. — Эх, хороши штуки-то! — Хороши-то хороши, только тебе не миновать беды. — Как так? — Ну, разве можно горстями порох сыпать? — Да ведь это, поди, мушкетон турецкий! — Хе-хе-хе! — Выдумал еще! — Верно тебе говорю! — Ты погляди, к стволин это какие! — Да это простая, тульская двустволка, — проговорил я, рассматривая на стволах надписи клеймо. Да еще вдобавок бичевой перевязано. — А, хе-хе! Это я, волка, по лбу колотил и поломал ложу-то. А потом вдруг прокашляну спросил. — А что, с полдюжинки селезней-то не возьмешь? — Да ведь ты кому-то хотел. Ну и ему останется. — А почем? — Че уж там, нечто с тебя возьму лишнего. Тот-то по четвертаку платит. А с тебя? Ну, что положишь? Ну, по двадцати довольно, что ли, будет? — Так знамо довольно. Я взял у Николая шесть штук селезней. — А уточку не купишь? — спросил Николай. — Которую? Так любую. Я купил утку, купил еще двух судаков. Субтитры подогнал «Симон»